Всем привет! С вами Сосок Лав Григорий. Сегодня 27 сентября 2018 года. Я сейчас сижу на лодочке, на которой обошел вокруг Крыма. Почти обошел. Вот сейчас остался последний мыс. Захожу в бухту Двуякорную, потом в Феодосию. И дальше, к сожалению, меня пограничники не пускают. Там запретная зона, там стреляют. В общем, как бы на этом мой поход заканчивается. Но все равно, насчет этой лодочки у меня опыт немножко появился, и я хочу с этим опытом немножко поделиться. Вообще, рассказать, что это за лодочка. Значит, это вот после похода у меня создалось впечатление, что это рекорнация Тайминия, Тайминия-тройки. Я раньше очень много ходил на Тайминиях. Очень нравилось судно со своей грузоподъемностью, объемом, стойкостью на ходу, прочностью. Но, конечно, там были всякие проблемы, насчет того, что она все-таки была не такая плавучая, в смысле, если происходило затопление. То есть она могла без проблем утонуть. Волну не очень хорошо держала, то есть заливала, даже если фартук надеваешь, все равно там как бы пробивала, если далеко от берега, могли быть проблемы. Поначалу у меня было желание пройти именно на Тайминии, по всему Черноморскому побережью, начиная от Абхазии, кончая Украиной. То есть как бы так обойти целиком. Весь Краснодарский край и Крым. Но, блин, когда пришло время идти по Краснодарскому краю, у меня появилась байдарочка Ладога. Ладога-тройка. И, в общем, мы, как бы сказать, шли весь Краснодарский край именно на ней. Когда мы подошли к Керченскому проливу, там были у нас некоторые проблемы с заходом в сам пролив. Из-за нефтеналивных станций, что их не обойти, там очень большие стоят, как это называется, пирсы, чуть не 3 километра от берега. То есть их не обойти и под ними тоже не пройти, потому что запретная зона. И по берегу не обойти. В общем, когда начали разбирать, поняли, что дальше идти просто не стоит на этой лодке, потому что весь алюминий просто превратился в лохматое чудовище. В процессе разборки вот что обнаружилось. Смотрите, вот это всего лишь две недели пути. Две недели пути по морскому, по морскому побережью. Поки сел, конечно, охрененный. Не знаю, что было бы к концу похода, Ну, это было бы ужас. Трубки были смазаны силиконом. Все трубки были смазаны силиконом, да. Сейчас все протираем, потом будем вымачивать все это. Вот прямо видно. Видите, такой вот налет. Он под Ацолей буквально весь сгнил. Не знали, хватило бы Крым, хватило бы или не нахватило. В общем, как бы решили на этом маршрут закончить и оставить Крым на потом. Вот прошло два года, вот сейчас мы обходим Крым. Ну, правда, на встречу снова Кырчевскую проливу. То есть я старался брать следующую лодку. Вот эту лодку я взял как бы в рассрочку. Это у Таи Триала. Называется Вега-3. Лодку, у которой нет алюминиевых деталей. Значит, почему я остановился на этой лодке? Значит, первое, что, значит, как я уже говорил, в ней нет алюминиевых деталей. Носовая и кормовая часть судна как бы имеет хороший волнорез. Но обычно, если ставят в это место алюминиевую трубу, то здесь внутри стоит пластиковая пластина. Если заглянуть внутрь, то видно ее. Вот она, она стоит. Так, не знаю, как, с какой стороны лучше посмотреть. И вот она, она. За весь поход пока что никаких проблем у нее, то есть с ней не было. Нисколько. Так. Укладки она. Укладки судна. Она абсолютно не мешает. Судно просто подворачивается и сворачивается. Три надувных элемента у нее. Два бортовых, одно днищевое. Днищевой элемент, он очень хорошо виден, он плоскодонный. Вот. Имеет абсолютно ровную плоскость. То есть, это лодка как плоскодонка, как таймень. Ну, почти как таймень. Но таймень все-таки есть там некоторые там изгибы. Но все равно, когда она стоит на воде, у нее получается дно вот такими волнистые. Тут выглядит то же самое. Толщина вот этого элемента, надувного, 12 сантиметров. Взяв, перемножив всю эту емкость, вот это самое, ну, узнав емкость этой воздушного элемента, понятно, почему у этой байдарки, у тройки, я имею в виду, подъемная сила, как бы расчетный вес перевоза груза 290 килограммов. То есть, это связано с тем, что если, например, загрузить байдарку немножко больше, осадка у судна будет такая, что уровень воды будет несколько больше, чем сам надувной элемент. Это, как бы, в принципе, не страшно для тех лодок, у которых нету сливных отверстий, но если, например, на эту лодку поставить сливное отверстие, то, в принципе, можно далегке, без проблем кататься вот в походы выходного дня. Я же брал как экспедиционную лодку, то есть, на длительные походы, то есть, чтобы была полная загрузка. Кстати, почему тройка? Два человека, это два багажных места, то есть, два человека сидят, и еще плюс одно место, как бы, для человека, плюс как багаж дополнительный, то есть, чтобы был объем дополнительный. Интересные, вот, бортовые гондолы. Чем они интересны? Обычно, у судов у всех, бортовые гондолы, в смысле, борта, сделаны круглые. Из-за этого, когда волна подходит сбоку, ударяясь, она сразу разделяется на две струи, и одна струя идет, ладно, вниз, а другая сразу же заливается сюда. Здесь же сделана утяжка посередине. Если посмотреть, вот здесь вот, здесь еще стоит еще одна перегородочка. Она стягивает борта очень сильно. Ну, как сильно? То есть, высота баллона там 30-20, ширина 25. То есть, это, как бы, такой вытянутый овал. Когда вода вот сюда ударяется, частично, то есть, залив идет гораздо меньше. Мы ходили вообще в штормовую волну, и, блин, как бы, проблем вы на этом вообще не знали. Также, этот баллон, он прямо лежит на нижней, вот на палубе. Прямо лежит на нем. То есть, получается, тут увеличенная жесткость. Раз плоскость, которая держит ее, два плоскость, которая держит ее, три, и еще одна, четыре, пять. То есть, четыре плоскости. То есть, она, несмотря на свою длину, а длина у нее 5-60, 5 метров, 60 сантиметров. То есть, она очень длинная. То есть, она очень жесткая. Проблема, вот как вот раньше, вот были некоторые байдарки надувные, что вот когда поволна, вот так вот идет она. Такой проблем вообще нет абсолютно. Насчет сидений. Значит, сидений тут как бы три. Низ приделывается на липу. Но, в принципе, не имеет значения, что там могли бы они липу и не приклеивать. Вверх удерживаться, спинка удерживается за счет вот этих вот лент. То есть, когда сидите, спинка держится очень хорошо. Как раз, где приблизительно по пояснице, то есть, вам не мешает наклоняться назад, вперед. То есть, очень хорошо. Низ никуда не сползает. То есть, там, в принципе, могли бы производители липу и не ставить. Мы вообще, я еще покажу, как мы едем. Мы вообще, вот кресло не ставим так низко. Мы кресло ставим повыше. Для любителей экстрима, те, которые любят ездить по горным рекам, предусмотрены стремена под ноги, под колени. То есть, удерживать судно в балансе очень хорошо, очень удобно в этом судне. То есть, полностью жесткое сцепление с судном. Единственное, что, значит, прокатившись вокруг Черного моря, ну, вокруг Крыма, я могу сказать, что судно настолько устойчивое, что мы были в разных передрягах, но сидели всегда чуть ли не на уровне. Вот, ну, то есть, сюда кладется мешок. Сейчас покажу. Так. Сейчас, секундочку, закручу тут. А, блин, сейчас. я быстро сделаю так, чтобы не парить довольно сильно. То есть, вот, сидушку убираем. Вот, кладется шмурдяк вот таким вот образом. Сверху кладется седло вот таким вот образом. И так. Вот. Садимся. Да, это выглядит очень неустойчиво, но на самом деле проблем абсолютно никаких не было. Ни разу судно не сделало такого кульбита, что как-то было желание вылететь за борт. хоть буквально шли по штормовой волне. Единственное, чего, значит, самое в нос мы стараемся на волне ничего не класть. То есть, груза-то не ложить. Если ложить, то, конечно, легкое что-нибудь там. Ну, насос там, что-нибудь еще, может быть, ну, легкое. Потому что, если тяжелое положить, нос начинает иногда подхватывать гребень волны. То есть, если нос легкий, то гребешок как бы подходит под низ. Небольшой, видимо, люфт все-таки есть чуть-чуть. То есть, волну он подминает. Волна уходит по сторонам. Если нос вырезается, то даже вот этого от бордюра не хватает. Ну, в смысле, для отбоя воды. То есть, в таком положении удобно, во-первых, спина прямая. Вот как мы едем. То есть, не устает, не надо сильно нагибаться. Ноги не затекают. То есть, весьма комфортно как улучшается путешествие. Плюс, можно пользоваться большим веслом. Мы пользуемся веслом от Таймени. Именно, эти самые длинные алюминиевые весла, эти громадные. То есть, для курса рейса, то есть, никогда нужно там маневрировать, а чтобы гнать вперед. Вполне достаточно. Так. Значит, есть один элемент, который мы не использовали. То есть, в смысле, который мы дополнили эту лодку. Это вот румпель. Его здесь на лодке не было предусмотрено. Я надеюсь, Тайм-Триал сделает себе заметку и обеспечит эту лодку все-таки возможность установки румпелем. он как бы возможность такая есть. То есть, надо просто купить вот эти румпели. Делаются в агенции Венгрова. По-моему, у этого фирма Тритон делает их. Они отдельно продаются. Приклеиваются, будто как родное. Будто здесь и было. Вот это отдельно, на хлопучках приклеивается. Там сначала разогревается так, чтобы она стала мягонько. Одевается, формируется, нужно остыть, чтобы она остыла. Потом снимается, промазывается клеем. И потом, когда просох, основу аккуратненько разогрели и на горячую ставится. Держится замечательно. То есть, никаких проблем с этим не было. Чтобы пришлось немножко довести немножко до ума, вот здесь раньше была резинка натянутая для удержания шмоток. Мы ее убрали. Значит, вот эти карманы, там, где эти были резинки, вставили трубки ПВХ, чтобы шнуры, которые подводятся к румпелю, не терлись об саму ТЭЗу. Вот, два канала как бы получилось. Тут еще дополнение, значит, сцить фиксатор для румпеля. Вот, если потяну, вот, зафиксирую, сверлочка, сдерну, отпускаю, румпель отпустился вниз. Очень удобно регулировать. Например, на большой волне румпель отпускается полностью, чтобы лучше держаться. Если волна отсутствует, или, ну, полный штиль, допустим, делается румпель где-то под таким вот углом, чтобы было маленькое затапливание. И тогда вам не нужно тратить силы на то, чтобы удерживать судно на курсе. То есть, не надо там делать подтягивающие грибки, отбросы не надо делать, ничего. То есть, все стабильно, хорошо получается у вас за счет вот этих педалек. Тут я, кстати, использовал трубку ПВХ, ну, в смысле, сантехническую трубку для педалей. Почему? Раньше там использовалась алюминиевая трубка, она тонкая, пальцы режет. А тут, как бы, в принципе, нормально. Вот ту резинку, которая была для подтяжки шмоток, я использовал для удержания этой трубки. То есть, вот сижу, пальчики вот сюда кладу, вот, и все, кончиков пальца вполне хватает, чтобы рулить. Легко, непринужденно, то есть, ничего не отличается. Все уже потом идет на автоматизме, даже не задумываешься, ноги сами все делают заместо вас. Так. Что еще? Так, бортовая обвязка. Бортовая обвязка, она имеет очень много крепежей. Вот эти колец. Это очень хороший плюс. Для чего? Когда вы подъезжаете к берегу, вам нужно судно достать как-то его через полосы прибоя. Если бы этих петель было мало, была бы очень большая нагрузка, на материал. То есть, ну конечно, есть желание всегда схватиться за эту лямку и потянуть. Но представьте себе, допустим, лодка заполнена шматьем полностью, килограммов, ну около 100, допустим, там не знаю, там воды еще нахлестало туда. И эту лямку просто можно вырвать случайно. Ну, я думаю, что она крепко держится, но все равно как бы лучше не дергать. Лучше всего взяться вот за эти темляки, вот, за обвязку. Причем браться не за одинарную часть, тогда получается всего лишь два кольца нагружены, а за, вот, через промежуток. Вот. Тогда получилась нагрузка раз, два, три, четыре кольца, ну и еще плюс два крайних. То есть там взялись один, член экипажа с одной стороны, другой, с другой стороны. Там на счет и раз, дернули, вытащили. Теза, вот мой этот материал, но тут не теза, другая, ПВХ, очень устойчиво к трению. Это, блин, я, конечно, вообще в восторге. За весь поход мы каждый день по нескольку раз вытаскивали лодку на берег. По гравию, по камням, по песку. Если посмотреть, потертостей вообще нету как таковых. Ну, нет, вру, немножко небольшая царапинка есть, но эта царапинка можно там даже практически ее даже не заметно. Там, ну, клеем мазнуть, просто поверху. Вот этот клей-гель, есть такой клей-гель-момент, вот я им замазываю. Просто замазывайте, все, теза восстановлена, абсолютно. А так, просто даже не похоже, что она будто и в походе была. Насчет устойчивости к ультрафиолету, сейчас, секундочку, я сейчас возьму. Вот. Так, вот. Вот это заплатный материал. Кстати, простите, заплатный материал у ребят не квадратиками, а полосками. Потому что, если мало ли будет разрыв, разрывы обычно не бывают длинными полосами. Квадратиками очень тяжело заклеивать, а тут мне дали трулончик, хорошо. Сейчас мы приложим вот этот материал, он лежал в темноте. Это, считайте, сейчас вот 27, ну, 20 дней на солнце провела эта лодка. посмотрим, насколько она обесцветилась. Ну, надо с учетом тоже пыли еще как бы учитывать. Так. Ну, вот здесь вот цвет практически идентичен. Абсолютно, вот запыленность здесь есть, и здесь. Ну, если намочить, то, конечно, он будет ярче. Вот он ее сдвигает. То есть, видим, да? поглядим на синий цвет. Так, вот он у нас. Это соль у нас. То есть, обесцвечивания нету никакого. Материал замечательно себя ведет и солнце. Дальше, есть еще один маленький нюанс, как сказать, доработка еще у этой лодки, которую мы не использовали в это время похода. Так. Это дека. Дека с фартуками. Она оказалась абсолютно ненужной. Но, если, например, погода дождливая, если, как сказать, вы ходите по порогам, то, в принципе, ну, в смысле, по порогам и вы в бочке прибываете носом, то эта вещь вам может сильно пригодиться. Нам она, к сожалению, не пригодилась. Так, подождите, это перед, это зад. Точно, как-то. Так. Одевается довольно просто. Так. Сейчас беру этот мешок. Вот спереди у нас тут есть специальное место для крепления. Вот, раз, два. Так. Сюда вставляется крючки здесь отцепляются. Так. Сейчас отцеплю. Вот. И закрывается. Вот. То же самое делается и на корме. Так, я пока сюда откину. Единственное, что здесь как бы из-за того, что трубки стоят, я не могу тоже только дотянуть полностью. Поэтому я как бы так условно ее закреплю. Сейчас. Если трубку не используют, то здесь наверное будут разрезать и как бы делать из двух частей. Так. Я сейчас возьму вот так вот. Закреплю здесь раз. Закреплю два. Вот так вот. Вот. Эти места трогать не буду. И вот эти крючки зацепляются за леера боковые. Серега, помоги, пожалуйста. с той стороны за леера. Зацеплю крючки. Я немножко неправильно сказал в счет того, что нет алюминиевых элементов. Вот тут действительно есть алюминиевый элемент. То есть дуги и у банок. Вот для этих. То есть вот тут система как в старых добрых байдарках. Тряпка заворачивается таким вот образом. Вот. Вокруг. Зацепилась там. Вот. Накидывается наверх. В принципе фартук держится довольно прочно. То есть плотно прижимает. То есть основной поток воды он удержит. В основную струю отобьет. Но все равно потом придется сливать воду. Все равно. В принципе фартук несколько затрудняет доступ к шматью. Чуть-чуть. Так. Вот я сейчас сделал. Так вот завернул. Теперь берем темляки. Что-то запутал я немножко. Вот. Вот так вот завязываться немножко. Раз. И вот здесь подзатягиваться. Вот. Вот. Вот такие вот образы. Вот. Получается банка для фартука. Так. Завяжем бантиком красивым. Так. Так. Остальные закреплять не буду. и вот одевается фартук. Фартук имеет плечевые лямки. Тоже одевать не буду. То есть для горных рек эта речка тоже может использоваться. Для бурных рек. Также во время плохой погоды, когда есть дожди. Но если у вас много шматья, этот фартук, если у вас хорошая погода, если много шматья, если волна позволяет идти без захлёстывания, то в принципе фартук он не нужен. Он будет такой же проблемой делать. И в принципе не нужно убрали, нужно поставили. То есть проблем никаких нет. точнее этого. Веса практически никакого. Одну тючок маленький, небольшой. Доступ ко всем насосам здесь как бы есть. Так, ладно. Да, забыл ещё одну вещь сказать. Тут очень хороший плюс ещё опять же для Крыма. Оно ещё хорошо держит жару. Баллоны не лопают у вас, если вы случайно оставили его на цепёке. Почему? Вот здесь стоят клапаны высокого давления. Вот они просто здесь. То есть если мало ли что, у вас всегда сработает клапан и спустит лишнее давление. То есть проблем у вас с этим не будет. Ну ладно, как будет. Сейчас покажу, как мы упаковываем всё шматьё упаковываем и как мы двигаемся в этой байверке. Покажу скорость, как она работает. Как мы загружаем эту байдарку? Значит в нос кладём самая лёгкая это насос. В корму самое тяжёлое и самое важное в походе водном в морском. Это вода питьевая. Три бутылки. Одна идёт прямо в корму вставляется. А вторые две замыкающие. Это немножко подзагружает корму и даёт румпелю быть в воде. Дальше то, на чём сидим. кстати, чем хороши эти надувные сидушки, значит у них одна соска сразу на спинку и на сидушку на саму. Я пробовал сидеть просто на коврике например, ну в смысле вот здесь коврик скручен и шмотки лежат. Через некоторое время шмотки так вот трамбовывают шмотки жесткими и нягко говоря сидеть становится через два часа очень неприятно. Тут же воздушная прослойка она как бы более-менее мягкая. То есть можно отрегулировать, можно сделать помягче. Чуть-чуть. Но в то же время когда вы сидите спинка под нагрузкой спинка под нагрузкой под вашей становится более жесткая. И вы нормально в общем как бы спину держите. то есть все у нас замечательно. Так тут у нас грузовой отсек. Значит здесь у нас лежат продукты. Опа сейчас давай отрыхнем. Вот тут у нас лежат продукты. Штатив и ящик. Герметичный ящик в котором всякая электроника. Фото видео документы иногда для кухни какая-нибудь прибуда. Вот так вот. То есть как видите для двух человек довольно немного получается здесь шматья. Вообще сейчас как бы у нас уже последние дни шматья продуктов гораздо больше. Вес лодки 29 килограмм плюс он плюс я плюс шматье. То есть там практически осадка такая маленькая что лодка просто скользит как блинчик по воде. Ну ладно сейчас еще пойдем на воду спустимся и немножко покатаемся чуть-чуть. Никогда в море не выходите без поджилета. Да и не имеет значения. в море не в море если вы становитесь на воду всегда одевайтесь поджилет. я обычно одеваюсь поджилетом солнцезащиту. но это как бы маскалат зимний он очень хорошо отражает тепло солнце солнечную энергию. В то же время впитывает пот охлаждает очень удобно. Я его одеваю по жилету. Так ну что поехали. вот я стою на одной гондоле то есть лодка довольно устойчива то есть без проблем абсолютно. Так оп сейчас тихонечку сейчас куплю и Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Лодку лучше вытаскивать подальше на берег И еще лучше вообще заякоревать Она довольно легкая Малейший парус ветра Просто может ее унести В конце концов парусная немножко чуть-чуть Но парусность у нее Может быть использована И в плюс Допустим, когда идем Против ветра Вот ветер, например, идет с берега Допустим, да? Волной нужно наловить немножко носом чуть-чуть Чтобы в борт не ударялось И ветер, который немножко тоже ударяется в борт Он начинает нас дрифтить Вдоль берега То есть очень удобно В спину ветер Хорошо То есть парусность тоже довольно высокая Хорошая получается Тем более мы сидим высоко Как сами, как паруса Тоже плюс хороший Но На этой лодке, конечно Не стоит ходить по морю Когда уже Начались валы сваливаться В чем опасность? Каждый вал Свалившийся Который вот тут Подходит к вам И давай заваливаться Он дает дополнение воды Сюда Если были бы сливные отверстия Там все бы вытекало наружу Тем более при маленькой загрузке Но у нас таких отверстий нету Поэтому как бы приходится идти к берегу Но пока идешь к берегу Чем больше лодка затоплена Тем больше начинает вода заваливаться В принципе Для нее не страшно Мы шли тогда вообще У нас вода была где-то вот так вот залита Ну почти посередине борта И мы нормально добирались до берега Причем как бы такого Без паники абсолютно Чем эта лодка еще хороша? Подойдя к берегу Другие лодки Например пластик Или там допустим Вот каркаски Они прибойной волной Если захлестнулись Особенно если например Там фарту какой-нибудь Чеченька родя И их вытащить на берег Уже становится практически нереально Эту лодку просто опрокинул Все она сухая Даже там вот Даже в воде где-то Просто переворачиваешь лодку Воду вылил Завернул обратно Все она уже сухая Снова шмотки закидал Они все равно в гидромешках Все дальше поехал С банками Все гораздо сложнее Там приходится Чтобы залезть даже в эту банку Нужно там упереться Там ноги подсунуть Как-то подпихнуться Защелкнуться Это все очень тяжело Так же чем удобно Многие используют Например пластиковые каяки Да штука хорошая Замечательная Если у вас есть транспорт Заброски и выброски Или например Поход какой-нибудь небольшой Вот например В балаклаве Там дают В прокат лодки То есть загрузился Уехал-то на пару деньков Вернулся обратно Все Но если вы идете Какой-то длинный маршрут Естественно нужно Откуда-то там Уже заранее думать О том как лодку убросить А морские каяки Они очень большие Очень длинные И если например Как вот здесь Например там есть Например тоже Запретная зона Вот нужно проехать Всего лишь Ну километров 10 Запретной зоны А для этого нужно искать машину А не каждая машина Возьмет на себя Большую байдарку Неразборную Этот же Лодочка взял Сдул Свернул Хоть на себе перевез Как в рюкзаке Хоть в машину Какой-нибудь багажник закинул Без проблем абсолютно То есть Сразу же руки у вас Развязываются То есть Вот этой лодкой Я вообще доволен Вот честно доволен Я не зря Не зря Заплачу Эти чертов 45 штук Она Меня вот полностью Устраивает И она еще со мной пойдет И пройдет еще не один поход Я в этом уверен Ладно в общем Надеюсь что этот обзор Был для вас полезен Заходите ко мне на страничку В ютубе Вконтакте Может еще что-нибудь Там найдете интересного Все доброго Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok